откровение члена тайной семьи управляющий миром что-то необычное произошло на форуме godlike productions.com за несколько дней и это привело в возбуждение определенные участки интернета некто называющий себя инсайдер утверждал что он принадлежит родовой линии которые правят миром и обещал ответить на любые вопросы любой кто понимает диалектику знает что ответы ведь вопросов инсайдера намеренно провоцировали других задавать вопросы которые вели к сути явлений одним из первых вопросов заданных инсайдером был вы думаете что живете на определенной планете живете ли вы на ней в действительности ответы которые начал давать этот человек на последующие вопросы показали глубокое понимание философии истории метафизики религии магии политики и более того эти ответы были очень оригинальными и подробными а некоторые заставили задуматься удивительно то что инсайдер отвечал на вопросы за очень короткий промежуток времени темы вопросов были самыми разнообразными а ответы когда подробные а когда и просто эпические появлялись буквально через несколько минут как это возможно копирование текста из интернета я тщательно проверил и не смог найти предложений которые использовал инсайдер в своих сообщениях как кто-то заметил это было за пределами возможностей обычных людей некоторые люди были огорчены других это наоборот привлекало а в итоге это привело к диалогу в котором так много открылось что теперь это можно изучать годами сложно в это поверить читайте дальше инсайдер я член элитной семьи которого вы презираете задавайте мне вопросы и я на них кратко отвечу почему потому что я могу вопрос что такое элитная семья ответ такое название используется большинством семьи которые в течение очень продолжительного времени управляют теме кто не принадлежит этим семьям по крови вопрос извини никто не правит мной и никогда не правил ответ старая поговорка идеальный раб это тот кто говорит я не рад это как алкоголик который говорит что он не алкоголик и только поэтому он всегда останется алкоголиком смысл понятен вопрос почему вы разрешили нам размножиться как кроликом если перенаселение это то что угрожает вам ответ во первых мы не разрешали этого у вас больше власти чем вы думаете во вторых перенаселение не угрожает нам никоим образом это тоже миф вопрос от хозяина форума тринити мне любопытно что думает член элитный в кавычках семьи agat like productions.com ну так что ты думаешь ответ чем больше люди разделены тем легче ими управлять делая их уверенными что у них в руках меч который по их мнению делает их могущественными и способными сражаться с темными в кавычках силами в то время как это просто зубочистка вы должны быть очень осторожны с тем кому даете этот меч тринити знаете ли вы что не только произнесенные но и написанные слова излучают чистоту и это оказывает прямое воздействие вы думаете что сражаетесь за определенную сторону но я бы сказал что подавляющее большинство написанных здесь слов не помогают вашей стороне вопрос каковы ваши религиозные убеждения ответ религии созданы нами в кавычках религии которые популярны сейчас это как раз те которые находятся под полным контролем я не могу подробно говорить об этом но христианство дропе иудаизм ислам буддизм слегка на ложном пути скажем так существует сердцевина истины но она утопает в море извращений для вас чтобы выбирать желаю удачи наши верования не имеют значения но это связано со служением божественному закону с большой буквы который ниспослан нам вопрос когда зерна будут отделены от плевел или вы хотите выбросить зерна и оставить шелуху в качестве своих рабов в любом случае когда это случится я устал от ложных предсказаний пожалуйста будь честен на этот раз ответ я уверен на сто процентов конца света не будет по крайней мере такого как это везде представлено будь это религия сми и так далее завершение тем способом которым вам это описывают никогда не имелось в виду для этого места наступит время когда каждый будет освобожден но это не массовое явление скорее каждый индивидуально работайте над собой вопрос очень любопытно узнать почему элита не руководит больше похоже на то что они паразитируют на обществе ответ рыба в океане не может видеть что птицы летят по небу вопрос я должен сказать что ваш божественный закон очень хорошо потрепал в кавычках в оригинале мат эту планету и ее население ответ инсайдера крестьяне типа тебя не понимают что вы сами сделали это и никто кроме вас кстати из за того что ты только что написал ты продлил свое пребывание на земле еще на одну жизнь мои соболезнования вопрос не является ли засилье дробь успех организованной преступности огромным провалом в вашей коллективной воли ответ для их существования есть причина они не настолько успешны как они выглядят они ущербны вопрос почему вы продолжаете попытки управлять массовым сознанием путем распространения страха любым способом почему нельзя раскрыть всю информацию как это предполагалось давным давно написанное слово расправляет крылья истины меч был дан агнцу и судный день скоро настанет я не верю ни в какое богословие или иерархию мы все равны перед создателем и вы ответите перед ним свое время кроткие наследуют землю я молюсь за вас ответ инсайдера если бы это было целью то это бы немедленно было бы сделано ты не понимаешь чем на самом деле является мир в котором мы живем вопрос было сказано лучший раб это тот кто думает что он свободен в конечном счете все дело в генах не так ли ответ это не то что было сказано про рабов если ты прочитаешь внимательно ты поймешь вопрос ты слишком часто уклоняешься от ответов ответ я не подписывал контракта в котором сказано что я должен ответить на все вопросы некоторые вопросы не требуют ответов другие вообще не имеют смысла хотя вы думаете что имеют я вернусь завтра инсайдер как странно что некоторые из вас говорят про любовь цвета двумя предложениями позже матеряться говорят об убийствах да еще и хмыляются по этому поводу вы уверены что вы на доброй стороне те кто поумнее таких спрашивать я отвечу тем образом который я выбрал прежде чем спрашивать утрудите себя выйти за рамки созданные для вас остальными задавайте настоящие вопросы о которых вы подумали детально их сформулируете остальным скажу если бы вы могли освободиться отруга ненависти фанатизма и предрассудков основанных на потрясающей мудрости ваших гору вы бы увидели чуть чуть больше поднявшись с уровня невежд я не отвечу на все вопросы в некоторых случаях потому что ответы очевидны если только подумать или часть ответа уже была дана в других просто потому что не обязан вопрос как работает визуализация ответ она работает у каждого надо достичь определенного уровня в личном развитии это значит жить по строгим правилам применяя их ко всему что делаешь в жизни даже в мелочах большинство людей не обладают ни дисциплины невоздержанностью чтобы достичь такого уровня некоторые здесь утверждают что они способны на такое но я знаю наверняка даже не имея представления об их жизни что они гораздо дальше от этого чем они думают визуализация работает потому что это существенный способ творить в этой материальной вселенной вселенная живая сущность который использует свой разум и большой буквы чтобы творить и существа сотворенные из нее могут обладать такой же силы в своей мере вопрос здравствуйте инсайдер вы член божественного братства с большой буквы вы тире я с большой буквы вы тот кто управляет матрицы с большой буквы пытливый ум желает знать потому что я порядком смущен вы говорите что мы презираем вас но я не могу представить себе как можно презирать существо из божественного мира затем вы представляетесь членом элитного рода на земле но что делать роду с миром духов вновь я в смятении могли бы вы прояснить просто чем является или то которую как вы сказали мы презираем и которая по-видимому знает все тайны в кавычках со вздохом сэмми ответ вы в смятении за того что приняли для себя другие версии правды в кавычках и думали что у вас есть общая картина мира но то что я сказал развеяла большую ее часть с представлениями о семьях какое-то недоразумение и вопросы заданные здесь подтверждают это но на это есть причина и это служит определенной цели мы манипулируем этим миром не более чем позволено нам божественным законом с большой буквы мы даем вам инструмента решить как использовать их ваше дело инструментами можно пользоваться во зло но никто не заставляет вас так ими пользоваться вы выбираете сами поэтому презирать тех кто снабдил вас инструментом который вы самовольно используете чтобы грешить в кавычках это все равно что маскировать свой собственный след вы получаете то что заслужили так работает вся вселенная мы выполняем свой долг тоже делаете и вы вопрос есть старая поговорка не записанная в открытых источниках дьявол не знает что он дьявол он думает что он бог с большой буквы ответ неверно на самом деле она значит что люди поклоняющиеся в кавычках злу думают что служит в кавычках добру вопрос эй я больше не вернусь на вашу планету расслабьтесь ответ а почему у вас сложилось впечатление что когда это время настанет вы сможете так сказать вопрос земля это тюрьма ответ да и даже хуже те кто думают не так никогда не выберутся вопрос почему ну почему же объявляющие себя членом элитной семьи в кавычках тратит минуты их времени или доверяет всяким отбросам которые составляют got like productions.com ответ семьи не роботы которые действуют одинаково вы путаете одних о ком вы думаете что они управляют вами с другими вопрос на тему уменьшения населения у нас есть несколько средств вроде спида но у меня такое чувство что освобожденные в кавычках био будут своевременным событием прикрытым в творящемся хаосе каким-то другим событием что вы на это скажете ответ нет никакого плана по сокращению населения все в руках самих людей хотя некоторые явления выглядят как преследующие эту цель в то время как они служат другому недоразумение если что-то вливается в уменьшение населения это еще не значит что она была применена именно для этого правда если бы стояла цель уменьшить население это было бы сделано давным-давно за каких-то несколько недель на самом деле противоположное более правдиво в отношении большинства регионов планеты то о чем вы говорите могло бы произойти но это было бы сделано теми кто управляет низшими сферами более высокие сделали бы это через продукты которые вы едите каждый день вопрос был ли яхве внеземной негативной сущностью или он был фантазией выдуманный иудейской фабрикой грез во времена когда греки правили палестиной ответ если имя публично значит его выдумали специально яхве обычно представляет время когда массовый контроль приобретал форму вопрос странный а так мормоны единственные кто дает на правильное дерево власти и все такое ответ нет вопрос первое вас не тошнит от отсутствия настоящего качества в музыке с большой буквы и кино с большой буквы с вашей властью деньгами влиянием почему вы не наполните их чем-нибудь вправду стоящим второе о каких трех процессах вы беспокоитесь больше всего в отношении их возможности расстроить ваши планы третье кто заказывает и ставит спектакль на планете земля пожалуйста перечислите главные группы игроков которые отвечают за последовательные уровни сверху вниз достаточное описание если вы не хотите раскрывать имен это как пирамида или несколько отдельных фракций которые борются за власть четвертое какова реальная история серых являются ли они до сих пор главными игроками пятое чего вы больше всего боитесь шестое какую истинную историю вы нам еще не рассказали из-за того что мы еще не спросили ответ первое ищущий тщательно найдет самоцветы в музыке с большой буквы они взаправду лежат на видном месте не наша задача просвещать вас но ваша у нас есть инструменты которые вы можете использовать так как вы решите во благо или во зло в кавычках второе с нами ничего не сделать только с марионетками третье форма пирамида да но люди забыли подземные залы вершина пирамиды на самом деле не вершим и 5 страх основан на физических импульсах физическое неважно вопрос думаете ли вы с большой буквы инсайдер что эта битва проистекает в два этапа сейчас на эфирном плане а тысячи лет назад на астральном когда все духовные люди оставили свои физические тела и вышли на более высокие уровни жизни обретя воплощение в астрале и так все действие начинается заново с новыми игроками ответ вы путаете несколько понятий есть всего одна схватка и она идет сейчас на этой планете на личном уровне то есть только внутри вас нет врага которого можно атаковать кроме себя если вы будете заняты атакой кого-то другого вы растратите драгоценную энергию и проиграете если вы победите то больше не будет никаких битв вопрос уважаемый инсайдер вы сказали что у нас есть инструменты для работы могли бы вы рассказать немного о них что-то чтобы работать чтобы мы смогли освободиться вы согласились что мы находимся на планете тюрьме мне казалось это больше похоже на зоопарк где на нас смотрят и изучают но если мы в тюрьме то как я понимаю у нас нет никакой свободы воли правильно спасибо ответ инструменты в ваших руках вокруг вас везде можно сказать они даже добыты изнутри вас это ваш долг открыть их для самого себя а потом делайте с ними что хотите но всегда помните о последствиях заключенные все еще могут решать что делать в тюрьме с инструментами которые им даны они могут решить сами как им гулять во дворе говорить думать у вас есть свобода воли поэтому вы страдаете и боитесь своих страданий вопрос уважаемый инсайдер спасибо за ответ на моих два предыдущих вопроса и за ваше время мне следовало задать этот вопрос сразу с теми двумя но я делаю это сейчас зачем давать мне средства для выхода из тюрьмы это выглядит несоответствующим назначению самой тюрьмы я знал что публичная власть марионетки водимые руками которые мы не то что не можем видеть но нам не позволяют но зачем заставлять их поступать внешне глупо или по меньшей мере нелогично неужели вам нужна революция вы говорите что война внутри они снаружи но кажется публичные власти хотят заставить нас думать иначе зачем сбивать нас с толку от достижения чего они пытаются удержать нас от свободы и да мне каждый день напоминают о моем страдании спасибо ответ мы нейтрально и просто выполняем свой долг который во многом выглядит как негативное воздействие если приглядеться повнимательнее мы всего лишь распространяем инструменты которые можно использовать чтобы освободиться или чтобы закабалить себя выбор за вами божественный закон содержит цель для вас и цель это находится не на этой планете докажите что вы снова достойны быть освобожденными сбивать с толку это часть общего процесса это почти что знать кто есть а кто нет те кто поддерживает любого из этих известных личностей проиграет вопрос выглядит так будто бы вы инсайдер пытаетесь предостеречь тринити владельца форума на котором происходит общение от предоставления полной свободы слова так ли это ответ он может делать так как он хочет получать последствия в глобальном масштабе вопрос какова ваша интерпретация божественного с большой буквы закону с большой буквы как мне достичь мира с самим собой ответ познать себя познать где вы с большой буквы есть есть два наиболее важных вопроса на которые следует ответить это ваша задача понять все это по сути если кто-то даст вам правильный ответ он не будет ничего значит для вас так как все в нем сказанное не будет применено к вам так как оно было бы вашим найди вы сами этот ответ если вы найдете ответы на эти вопросы вы выполните большую часть долга перед самим собой после этого вашей задачей будет жить в соответствии с божественным законом который откроется вам после этого этапа до вашего отправления может быть я вернусь завтра а может быть во вторник вопрос вы знакомы с черной аристократией я проследил и нашел связи между всеми все еще существующими королевскими семьями европы и ближнего востока я знаю их имена их власть деньги и влияние на современный мир я даже могу определить того самого кто является потенциальным антихристом у него все знаки на лицо чудесный милый молодой человек который еще не осознал себя в роли мирового лидера черная аристократия любит этого юноша в конце концов вы часть черной аристократии инсайдер ответ черная аристократия отдельная фракция которая действует по своему произволу у них другое происхождение которое было детально описано в текстах созданных моими предками это куда более узкая группа чем утверждает большинство потому что их ядро отличается от внешних стен в кавычках они те кого вы всегда путаете с моим родом и и потому направляете ненависть против не тех как и на этот форум показали наименее интеллигентное насчет антихриста на настоящий момент есть буквально миллионы антихристов я не один из них вы найдете их среди христиан мусульман и иудеев атеистов сатанистов агностиков буддистов индуистов и так далее им не нужен лидер чтобы стать антихристами в большей мере я должен прояснить христос не имеет отношения к иисусу из назарета эта часть была сфабриковано позднее вопрос разделяете ли вы мнение что наша дуальная вселенная предоставляет душам прекрасную возможность развить в себе безусловную любовь так чтобы они могли превзойти нашу диалектическую вселенную а не вырваться из нее вы все еще верите в закон баланса и кармы заставляющий душу быть королем в одной жизни и попрошайкой в другой если он верен то неважно являетесь ли вы членом элиты это может быть уникальный опыт для души такой же уникальный как и любая другая роль в обществе до тех пор пока души прогрессируют является ли историк леонард гарднер влиятельным членом элиты как заявляет айк дэвид айк если он всего лишь обычный человек имеющий доступ к скрытой информации инсайдер спасибо вам за ваше сообщение надеюсь эта нить разговора не является розыгрышем со стороны какой-нибудь незрелой личности хотелось бы верить что вы говорите серьезно ответ задача каждой души состоит в том чтобы завершить это за то время пока она находится в человеческом теле одной из частей является то что можно назвать в кавычках выход за границы материального мира за которым следует переход на новый уровень а в случае неудачи реинкарнации тем не менее слова любовь в кавычках понимается неправильно она не означает любви в человеческом понимании которая порабощает людей это испорченный вариант того что есть действительная любовь божественный закон управляет тем что называется в кавычках карма но он гораздо шире и жестче в кавычках чем хочется думать людям пример тот кто умирает медленной болезненной смертью от рака заслужил это этот человек подвергается исправлению это для его же благо звучит в кавычках жестоко таков порядок вещей то что это выглядит негативно в нашем мире может выглядеть по-иному если обозреть картину в целом когда говорят о реинкарнации скобках перевоплощение в нечто противоположное вашей прежней жизни то здесь не существует универсального закона который устанавливал бы что должно в итоге произойти реинкарнация существует но если бы вы выполнили свою задачу то реинкарнации нет нет необходимости проходить все уровни жизни на земле поскольку это прохождение в основном бесцельно гарднер относится к тем людям которые хотят славы и признание людьми и он получает это в обмен на некоторые услуги распространяет дезинформацию пересыпанную фактами которые служат наживкой для людей он прошел посвящение на некоторых уровнях но но не столь глубоко как кто-то может подумать включая его самого хотя он достаточно умен он является членом по крайней мере шести обществ впрочем три из них тесно связаны между собой и могут считаться одним поэтому можно говорить по крайней мере о четырех но эти общества имеют ровно столько силы власти сколько вы люди им даете люди подобные айку способствуют усилению этих обществ не осознавая этого я говорю серьезно вопрос не потому ли это происходит что христиане учат что человек должен подчиняться богу который свят иначе говоря он тот кто может судить что такое хорошо и что такое плохо он имеется виду бог ответ во первых христианство делает идола из человека по имени иисус из назарета что является мерзостью в библейском смысле этого слова христиане учат тому чему им было велено учиться теме кому они противостоят я мог бы сказать вам что были те четыре личности которые написали ветхий завет и точную дату написания если бы мне это было нужно тоже касается и вашего нового завета который был составлен шестью людьми происходящими из двух разных областей вопрос а почему вы допускаете ошибки в написании простых слов таких как злонамеренный мне это представляется интересным ответ английский не является моим родным языком даже не вторым и не третьим языком может быть четвертым а печатаю я быстро и без проверки чтобы ответить на столь много вопросов в течение ограниченного времени кроме всего прочего я недавно понял что должен печатать еще быстрее поскольку прокси сервера которыми я пользовался исчезают вопрос почему вы решили говорить сейчас ответ некоторые из нас имеют задачу сделать это не выходя за определенные рамки как вы думаете почему в прошлом внезапно появлялись какие-то знания случай удача совпадение целая серия вопросов нулевой что такое божественный закон о котором вы говорите 1 почему вы манипулируете этим миром 2 почему вы манипулируете этим миром 3 кто по вашему мнению дает вам право 4 ваша деятельность была вам дана или вы сами ее избрали 5 являетесь ли вы с большой буквы человеком божественный закон содержит цель для вас и цель это находится не на этой планете докажите что вы снова достойны быть освобожденными это цитата слов инсайдера и продолжение вопросов я знаю и чувствую это моя жизнь имеет цель но я не знаю даже кто я такой не говоря уже о том в чем состоит моя цель вопрос номер 6 как приобретается это знание тяжким трудом или оно просто приходит к тебе невзначай 7 вы знаете цель вашей жизни если да то как вы об этом узнали касательно планеты на которой мы живем 8 вопрос на какой планете мы живем что такое планета земля в конце концов 9 вопрос что вы можете сказать нам про мухаммеда до прославится имя его ответ 0 божественный закон является проявлением воли верховного существа с большой буквы которая не только создает все сущее в этой вселенной но также поддерживает его питает балансирует наполняет энергией и обновляет она также правит иными мирами включая и тот мир к которому вы изначально принадлежите 1 плюс 2 я отвечал на этот вопрос много раз это наша обязанность 3 4 ритуалы имеют цель если вы делаете нечто что не было позволено или выполняете задачу которая не была вам поручена то вы будете страдать во время этих ритуалов вы заметите это и в вашей повседневной жизни эманации имеют много форм и тот кто разбирается в этих вопросах без труда распознает с кем он имеет дело и какова его задача 5 я подобно вам существую форме человека с маленькой буквы 6 на этот вопрос я отвечал в предыдущем посте коротко говоря у вас есть обязанность приобретать его умеренность приведет вас в правильное место откуда все и начинается перед этим вы должны узнать что есть вы и что есть это место где большинство людей сбиваются с пути в скобках в противном случае ваши мысли станут ошибочными что приведет вас на ошибочные пути 7 до эти вещи не могут быть детально переданы вам кем-то это фактически привело бы к результату противоположному тому который должен быть достигнут этим и объясняется мой способ ответов поймите это возможно довести до определенной точки после чего все будет зависеть от вас 9 судя по тому как вы произносите его имя я предполагаю что вы мусульманин поклоняться людям которые в какой бы то ни было форме были частью этой планеты делать из них кумиров и прославлять их включая и разговор о них в устной или письменной форме это в кавычках грех вы только что сделали это добавив в скобках слова которые возносят его имя на уровень высших существ человек испорчен пока он находится на этой планете каждый не любой человек смерть в кавычках не меняет прежней личности прославление и молитвы могут быть обращены только к совершенным существам мухаммед подобно иисусу моисею аврааму будди был человеком о котором стали думать что он является обладателем знания или как было сказано ранее мастером игры в кавычках очень легко заставить людей поверить что они просвещены и знают истину а затем они будут думать что их задача пробудить других он был использован его наследие до сих пор используется для того чтобы разделять людей подобно другим религиям идеологиям философиям двое из его ближайших помощников были слугами семей в кавычках также как и одна из его жен слуги семей кровной линии были также среди помощников иисуса будды моисея назовите любого после его смерти эти трое сделали так чтобы его последователи разделились а это было главным против чего выступал мухаммед поэтому мусульмане которые полагают что существуют отдельные направления ислама фактически восстают против своего же собственного пророка а это почти все мусульмане коран содержит зерно истины но эта истина тонет в море искажений что можно сказать и о других священных книгах он был написан четырьмя авторами из трех стран одной западной и двух ближневосточных вопрос инсайдер вы антихрист ответ поскольку иисус из назарета не является христом с большой буквы то и ничего из того что я сказал не является антихристианским те же кто скажет обратное антихристы вопрос является ли семья в которой дети имеют врожденную способность к визуализации в кавычках частью кровной линии ответ нет фактически этот кто не имеет вообще никакой связи с этими семьями может также обладать этой способностью эту способность может получить каждый надо настроиться на нее такая способность предусмотрена божественным законом большую букву для каждого который ее ищет я пытался разъяснить это ранее кровь и гены и так далее не являются такими уж важными как кажется физический мир слаб и не может влиять на божество с большим букву кто-то не имеющий связи с семьями может испытать на себе влияние божества большую букву таким образом что может превзойти все что семьи кровной линии могли когда-либо достичь совместными усилиями некоторые люди из семей кровной линии обладают врожденной способностью управлять людьми при определенных обстоятельствах а это является основной чертой присущей кровной линии вопрос для меня элита в кавычках означает тех кто ставит деньги выше людей или вообще любых реальных ценностей и тех кто занимает должности потому что они могут их купить или получить по наследству вне зависимости от их квалификации ответ вы прекрасно описали элиту вашего типа но не моего вопрос вы ротшильд мой вопрос мелок по сравнению с множеством других вопросов заданных вам в данной теме но почему бы вам не быть одним из ротшильдов входящих в список 500 богатейших людей мира журналов форбс ответ если бы вы читали внимательно то вы не задавали бы этот вопрос широко известные люди не обладают властью поэтому ротшильды находятся на том же уровне на каком были предки нынешних тамплиеров кстати родословный не стоит гордиться все эти известные семьи кланы общество всего лишь пляшут под чужую дудку что касается вашего вопроса нет я не ротшильд из какой я семьи большинство здесь говорят о семьях которые правят и тем не менее они не знают кто эти семьи они ошибочно полагают что это семьи бушей клинтона ротшильдов и так далее поскольку некоторые теоретики исследовали в кавычках этот вопрос и некоторые инсайдеры в кавычках рассказали им об этом представив доказательства я принадлежу к правящей семье имя который редко упоминалось в истории и никто даже не знает кто мы такие и второе вы считаете журнал forbes надежным источником информации тогда как все эти списки лишний раз показывают что вами легко манипулировать и вы не способны понять что происходит на самом деле вопрос достойное интересное слово вы ожидаете чтобы те из нас кто знают о полярном мире и прилагают все силы чтобы не играть в эту игру под названием полярность в кавычках поверили что нам необходимо стать достойными в глазах кого мы можем стать достойными только в своих собственных глазах а как быть с идеей что вселенная внутри нас в кавычках гея и все прочие пространственные реальности в кавычках являются иллюзиями разве нет поэтому тюрьма это иллюзия так пост скрипту и кстати детка мы не наделены свободой воли на этой планете возможно ваша ошибка является показательный ответ а вы знаете кто смастерил этот нонсенс в стиле new age который вы только что тут продвигали если тюрьма это истинная иллюзия в кавычках выходить из нее сейчас же умоляю вас жизнь не похожа на кино вы играете роль жертвы вы не признаете даже то что вы наделены свободой воли поэтому вы всегда будете управляемым никогда не станете победителем и вы заслуживаете все что получаете согласно универсальным законам возможно я появлюсь снова завтра вопрос а если эти существа люциферы прошу использовать для ответа не более пяти слов ответ вы использовали 12 слов и одно число сами не понимаю того вы начали часть ритуала являетесь ли вы существом люцифера различные существа имеют различные характеристики по которым их легко идентифицировать в ходе ритуалов если бы меня вело злонамеренное в кавычках существо я не говорил бы так как я говорю с вами человек ведомый злонамеренными силами не может произносить писать определенные слова и фразы без того чтобы они на него не повлияли если лицам ведомым такими силами случается слышать читать определенные вещи они начинают проявлять излишнюю агрессивность дробь признаки безумия примеры можно найти в обсуждении данной темы вот признаки присутствие злонамеренных в кавычках существ всякий раз когда вы скверно словите говорите негативно замышляете недоброе приходите в буйство лжете поддерживаете идею убийства приходите в сексуальное возбуждение испытываете страх завидуете даже громко смеетесь становитесь излишне веселыми в общем испытываете все что связано с эмоциями дробь страстями дробь желаниями они появляются возле вас 1 2 3 или более злонамеренные в кавычках существа принадлежат этому миру это их дом вы не можете их ненавидеть потому что они выполняют свою задачу свой долг и все это связано с вашим поведением поймите что их действие это реакция на нарушение вами закона они никогда не провоцируют вас на такие нарушения если вы все же ненавидите их то вы не замечаете важную часть реальности их необходимо в какой-то мере уважать это также покажет что вы осведомлены о них и этот факт будет учтен я пишу злонамеренные в кавычках поскольку они не зло намерены они только представляются вам таковыми через восприятие которое вы себе создали люди являются нарушителями закона в котором играют роль жертвы вопрос первое где граница сопряжения между реальным сознанием и этой тюрьмой 2 каковы методы позволяющие разрушить эту границу и освободить в кавычках сознание ответ на 1 2 вопросы сразу все зависит от того что вы понимаете под реальным сознанием и границей сопряжения если смотреть из моего положения это понимание может быть почти противоположным тому что вы имеете в виду реальное сознание это то что дается вам когда вы настроены на разум вселенной с большой буквы который действует согласно божественному закону с большой буквы они совсем не то что многие привыкли думать о них этот разум проницает все он всем управляет поэтому когда вы связаны с ним вы можете ощутить его безграничную мощь никакая тюрьма не может сдержать эту мощь поэтому возможность освобождения всегда есть вас доведут до определенной точки но все же большую часть работы вам придется сделать самому но это только начало впереди вас ждет большое количество работы над самим собой я несколько раз объяснял насколько мне это позволено как установить связь по крайней мере с чего начать это на самом деле должны решать вы с некоторой долей осторожности я бы добавил что изучение древних текстов будет полезным хотя они содержат большое количество непреднамеренных искажений ошибок переводчиков но только лишь достигнув определенного уровня пробуждения вы распознаете дробь запомните небольшие фрагменты которые являются истиной если вы не находитесь на этом уровне вы будете воспринимать части содержащие искажение дробь неправильный перевод как истину то что некоторые здесь и демонстрируют особенно это касается одного религиозного направления и потерпите неудачу вопрос постарайтесь объяснить нам ситуацию вы типа хороший парень который дает нам необходимые инструменты или вы управляете нами вы изменили свое отношение к нам или как ответ я использовал только не нейтральные термины не высказываясь о чем-то в негативном или позитивном смысле а просто обеспечиваю вас инструментами которые вы можете выбирать использовать по своему желанию вы являетесь нарушителем закона или вы хотите сказать что я управляю каждым аспектом вашей жизни каждым часом каждой минутой каждой секундой и принуждаю вас думать дробь говорить поступать определенным образом вы злитесь не на того человека вопрос чтобы обрести свободу следует ли знать почему мы здесь или надо просто разобраться где именно мы находимся следует ли находить ответы внутри себя в кавычках или вступая в кавычках в тайны общества или через верховное божественное вмешательство с маленькой буквы или использовать все три способа или ни один из них не годится вы не ответили ни на один из других моих вопросов надеюсь я вас не обидел ответ необходимо видеть весь спектр когда видение частично то это подобно взгляду через окно частично закрытая занавеской вы не знаете что находится за этой занавешенной частью окна поэтому и не можете поступать соответствующим образом что закрывает от вас весь спектр поймите что есть это место где она находится узнаете что вы собой представляете как вы здесь оказались почему вы пришли сюда как вернуться подготовьте себя для ответов очистите себя дотянитесь до разума с большой буквы скажите внутри дефис снаружи в кавычках что вы готовы живите строго в соответствии с полученными ответами никогда не вступайте в тайны общества каковы бы ни были обстоятельства избегайте также любых религий включая нью-эйдж не доверяйте человеческим гуру пророкам священникам раввинам имамам папам предсказателям медиумам далай-ламам политикам писателям ученым знаменитостям родителям и так далее как авторитетом в том что касается божества с большим буквы в других вопросах вы вольны принимать или отвергать их мнение однако принимайте также и последствия своего выбора вам нужны только вы сами и божество с большим буквы никакого вмешательства других облеченных в тела повторяю не допускайте никакого вмешательства кого бы то ни было если ваш отец просит подать ему стакан воды чтобы убедиться что вы о нем заботитесь и проверить ваше послушание то что вы сделаете принесете воду непосредственно отцу или отнесете стакан воды соседу и попросите чтобы он рассказал вам о чем вас попросил отец при том что сосед не слышал просьбы и в данный момент выпивает собственный стакан воды являюсь ли я таким соседом я не касался стакана воды я лишь открыл дверь и сказал вам что нужно вернуться к отцу с маленькой буквы никто не обидел меня люди обижают себя сами я был бы обижен если то что я говорю было бы против единого с большой буквы если так то я буду платить за это я отвечаю на вопросы начиная с тех на которые я не успел ответить в последний раз и занимаюсь этим столько сколько позволяет мне время иногда я пропускаю вопрос поскольку ответ на него уже был дан если вопросы не имеют отношения к теме а также потому что не могу увидеть некоторые посты вопрос каково ваше мнение по таким вопросам как низора планета икс смещение полюсов первый контакт второе пришествие кто или что стоит за этими сказками и почему смещение полюсов насколько я знаю это происходило два раза во вторую и третью эру если понадобится это будет сделано снова второе пришествие вы возвращаетесь в то место которое является для вас родным после того как вы успешно выполнили свою задачу а это означает что второе пришествие не может произойти на земле так как вы не принадлежите земле люди ожидающие спасителя в кавычках на земле чтобы он сделал за них всю работу поступают неправильно я заметил что некоторые христиане сердятся и нападают на меня лично посылая мне проклятие что же они вольны так поступать я говорил больше христианстве чем о других религиях поскольку таков был характер задаваемых вопросов но я говорил подобное же и о других религиях дроп идеологиях когда меня об этом спрашивают вопрос никто на земле не в силах освободить в кавычках кого-либо из нас никто вне пределов этой земли не видит причины по которой кого-либо из нас нужно освобождать сам по себе божественный источник с маленькой буквы если такого вообще существует ждет когда мы сами освободим себя в индивидуальном порядке не будет ни массового вознесения ни массового просвещения и называющие себя мы народ окажутся одураченными тем же массовым мы народом что продлит срок приговора на основании которого мы заключены здесь мы можем оставаться в этом месте вечность если сделаем такой выбор и мы создали систему верований позволяющую нам поступить именно так ответ я бы изъял слова никто за пределами этой земли не видит повода освобождать кого-либо из нас и если таковой вообще существует по поводу первого предложения было время когда были существа обладающие силой сделать это но такой задачи у них не было а источник божественности существует крупным шрифтом тут нет речи о выжидании желание и так далее вы на истинном пути это видно из другого поста но жизнь важная часть этой задачи вопрос а христос был послан сюда божественным законом большой буквы чтобы исправить положение ответ да но христос не воплотился в тело человека по имени иисус из назарета 2014 лет тому назад 20 марта почти за два часа до восхода солнца поэтому и состоит тайна времени рождения вашего сына божьего с маленькой буквы христос настоящее имя которого было другим но здесь я буду использовать это появился один раз всего один раз и это было в другую эпоху столь же далекую от нашей как и эпоха в которой жил иисус назарей знаете ли вы с большой буквы кто поддерживает память о настоящем христе с большой буквы знаете ли вы большой буквы кто поддерживает память о лже христа ответ противоположен тому что вы думаете вопрос почему все элиты поклоняются люциферу лжецу и обманщику ответ миллионы людей на этой планете служит своим собственным нечистым материальным дробь физическим дробь умственным дробь эмоциональным желанием но разве они элита вопрос существует ли в наши дни внутри семейная война среди высших существ в кавычках ответ высшие существа не обладают физическими телами у них нет наследственных распри в кавычках они не управляются этим миром и следовательно не страдают от вражды вы ссылаетесь на человеческие династии я считаю что ответ на ваш вопрос вполне очевиден из того что я уже написал здесь всегда были те кто не выполняет свой долг я принадлежу к меньшинству люди не различают фракции не уделяйте внимание мировым новостям все они организованы так чтобы заставить вас уделять им внимание борьба которой следует уделять внимание ведется на уровне личности вопрос а перед кем дробь или перед чем ответственной элиты ответ в итоге каждый ответит перед единым с большой буквы вопрос ах мировая элита так называемая великосветская тусовка прекрасно до боли навсегда одно и то же повторяемые черты и несколько типов участников все прочие рептилии серые гибриды продавцы человеческого преклоняют колени перед этим уровнем ответ тусовщики не имеют никакого отношения династии они вашей крови вопрос скажите какая оккультная информация нравится вам с большой буквы больше всего ответ скрытого не существует комментарий инсайдера ответы на определенные вопросы равно как тщательное продумывание определенных вопросов оказывает противоположное воздействие на результаты того достичь чего мы стремимся все это вам не поможет я не пользуюсь электронной почты и мое присутствие здесь завершится через несколько дней вопрос вы как-то связаны с аннунаки на котором писали шумеры насколько близки к истине книги-трилогии за иллюминерис глаз в пирамиде золотое яблоко левиафан авторов роберта шеи роберта энтона уилсона правда ли что мароне упомянутый в книге мормонов инопланетянин из плеяд и правда ли что такие существа и поныне контактируют с человечеством ответ здесь их больше нет тогда была другая эра эти знания принадлежали не им знание всегда передается потому есть оно и сейчас я не читал эту дробь эти вопрос книги если такую книгу шумно хвалят критики ее продажи интенсивно продвигают вы понимаете что это за время в ней могут содержаться некоторые истины но они будут плавать в море извращений между прочим никто не утверждает что авторы делают это намеренно некоторые действительно так поступают те кто любит когда их восхвалят и признают те кто продал свои души в кавычках некоторые нет причем последних замечают и продвигают потому что это им служит нет ничего проще чем написать бестселлер дробь выпустить альбом хитов дробь написать кино сценарий если вам известна повестка высших учредителей дробь промоутеров мормонов как и остальных религиозных людей контролируют те же кто когда-то контролировал их пророков дробь сыновей бога с маленькой буквы дробь святых и так далее в этом мире душа с большой буквы некогда существовавшая в человеческом теле не может стать ангелом с большой буквы и еще раз твердо повторю душа с большой буквы не может в него превратиться в этом мире и все равно утверждают будто марони возродился в облике ангела в нашем мире мормонство содержит ядро истины как и другие религии так что чтение их текстов вам не повредит если будете осторожны вопрос какие продукты используются для управления нами если такое что следует и чего не следует употреблять для того чтобы это помогло нам более ясно увидеть реальность из чего состоит воздержание это умеренность во всем или нечто большее ответ что касается продуктов питания смотрите выше это первая часть манипуляции используемая в комбинации с другими шестью методами управления вашей повседневной жизнью если вы можете удалить в кавычках хотя бы несколько из них из вашей жизни воздействие резко уменьшится но не это повысит ваше самоосознание такие методы применяются чтобы вы быстрее износились в кавычках а качество вашей жизни понизилась они взаимосвязаны вот эти методы первый продукты питания и напитки второе лекарства профилактика заболеваний в кавычках в том числе витамины третье электромагнитные волны в том числе излучение персонального компьютера мобильных телефонов домашней электросети и всех устройств с микросхемами четвертое средства массовой информации будь это телевидение радио газеты журналы интернет самый очевидный и максимально порабощающий метод пятое музыка звуки с большой буквы в скобках отличается от средств массовой информации используется по-другому однако чаще всего через сми шестое загрязнение воздуха возможно имеются ввиду химтрейл седьмое система образования скобках включающая известную литературу которая в основном недостоверна будь то история психология мета психология философия в кавычках почему-то инсайдер всегда ставит слово философия в кавычки искусство наука поэзия религия даже детские сказки рассказываемые младенцем политика заимствует эти методы ежедневно бомбардирует вас чтобы убедиться что их поддерживают правило гласит особенно осторожен быть с тем кого продвигают дробь восхваляют дробь кому аплодирует дробь кого бурно приветствуют критики сказанное может относиться к продуктам питания лекарствам новейшим продуктом высоких технологий художником в кавычках политиком музыкантом книгам напитком и так далее утверждение о том что некоторые из них выдержали испытания временем в организованная с определенными целями проблема здесь в том что при слишком высокой степени подозрительности можно упустить немногие драгоценности которые умышленно передаются определенным кругом в окружении орудий для манипуляции существует еще несколько методов общество культуры секты люди следящие друг за другом и так далее но шесть пунктов перечисленных выше составляют суть того что продвигают со времен французской революции в кавычках с большой буквы воздержание сознательная форма ограничения основанная на самопознание имеющая целью достижение внутреннего порядка души которая в целом есть вы но невидимой душа не часть вас вы одно целое ограничение эмоции желаний страстей энергии не означает отказа от них это повредило бы вам будьте осторожны склицательный знак оно означает направление их в одно русло чтобы после того как мы мягко укротили они работали бы на высшие цели все это ведет к трезвой жизни еще проще к жизни наполнены дарами потому что теперь своим собственным хозяином становитесь вы а не ваши эмоции дробь желания дробь страсти они больше не диктуют вам как следует поступать одновременно с этим процессом вы будете очищать себя и подготавливать к тому чтобы вас просветил с большой буквы универсальный разум будьте как можно больше похоже на то с чем вы хотите себя связать вопрос 1 есть ли у вас друзья все с маленькой буквы не принадлежащие к вашему семейству с которыми вы встречаетесь 2 присущи ли вам сочувствие ненависть и угрызение совести ответ 1 да но знать много людей 2 тело вынуждает вас испытывать сочувствие ненависть угрызение совести и все остальные эмоции одновременно с желаниями и страстями чтобы смутить вас заставить забыть про себя стать глухонемой версии себя самого в этом материальном дробь физическом мире они владеют своими фондами чем больше вы позволяете им быть в вашими хозяевами тем сильнее вы приковываете себя к этому миру что противоречит вашему долгу их надо не ненавидеть но уважать я направляю их в русло идущее туда где их можно будет использовать для чего-то существенного вопрос я хочу знать как восстановить связь с источником божественности с маленькой буквы как человек поднимается выше своей тюрьмы ответ уверен что в моих ответах это уже было освещено если вам самому отыскать ответ не удается я отвечу на него завтра вопрос я не утверждаю что каждый из нас является богом с маленькой буквы высшим источником больших буквы но каждый из нас свой собственный большими буквами бог с маленькой буквы поскольку мы создаем крупным шрифтом нашу собственную реальность что ты на это скажешь инсайдер ответ вы частично описали свободную волю впечатление которое она может вам дать не больше и не меньше слово любовь в кавычках снабжено множеством ловушек особенно если пользоваться им как делаешь ты вопрос земля это тюрьма ты говоришь о свете захваченном материи если это так то я начинаю понимать все моменты аллюзии на которые вы до сих пор сделали ответ ответ захваченный в кавычках далеко не самое удачное слово его употребление предполагает будто у божественного с большой буквы могут быть неправильные намерения скорее определенным образом сконструированы или взаимопроникающие вопрос а теперь мой единственный вопрос неужели все действительно настолько просто я не выдам то что вы преднамеренно или не преднамеренно раскрыли я знаю что сказанная вами правда об этом нельзя рассказать это нужно открыть так как то что раскрывают одному теряет свою силу не в этом ли причина такой секретности люди не могут узнать это не по той причине что это предназначено только для элиты в кавычках но скорее всего потому что если им расскажут об этом они лишатся последнего шанса на побег отсюда ответ правда желает чтобы вы ее познали в этом ее с большой буквы основная цель она приглашает вас к себе в любой момент вашей жизни и чтобы быть понятой вами она с большой буквы в силу необходимости с большой буквы проста настолько чтобы вы смогли ее усмотреть в связи с проведением с большой буквы она пред лицом вашим в кавычках это видимо цитата из библии ответ на последний вопрос да если вы в самом деле нашли ее благодарите божественный закон никого ничто кроме путешествие началось путь предстоит долгий возможно я вернусь завтра заявление инсайдера о тестировании нового прокси сервера тест вопрос правда ли что нам просто повышают планку чтобы проверить обладаем ли мы волей позволяющий нам продолжать или в действительности существуют силы пытающиеся держать людей в состоянии сна на ходу сила которая не хочет чтобы люди были такими какими могут стать в кавычках если это верно то как лучше всего действовать поделитесь своим опытом ответ это связано с операциями на вашем физическом теле которая начинает бунтовать каждый раз когда вы достигаете вершин этого мира задача физического тела позволить вам ощущать эту реальность а когда вы ищете иную она сопротивляется в этом его долг так что лучше его уважать физическое тело и мягко украшать его вопрос забудем ли мы все что знаем может быть мы просто отпустим наше собственное я с большой буквы в кавычках и примем другую парадигму это будет очень трудно сделать потому что это поддерживает нас в жизни как личности ответ вспомните все что вы когда-то знали но забыли снести оценку того чему вас учили перед тем как вы забыли первое и вернитесь в настоящее вопрос что вы посоветуете делать для воспитания ребенка на земле ответ у меня нет и не будет детей первое что делает новорожденный плачет это от того что душа с большой буквы осознают где и в какой форме она родилась находится в состоянии неверия при рождении вы лучше осознаете кто вы есть и где находитесь чем после рождения сейчас душа заставляет тело плакать ибо она впервые появилась в этом физическом мире хотя число таких событий очень мало или потому что осознает что вернулась в мир в результате реинкарнации после того как прежняя жизнь завершилась неудачей такое событие и наблюдается в подавляющем большинстве случаев сама по себе душа с большой буквы не плачет в своем исходном состоянии ей такие функции незнакомы но подаваемые ей импульсы заставляют телесную оболочку план она плачет без повода в кавычках дни недели месяц пока сознание не утратит свои силы будь это результатом естественного процесса или влияние родителей а в наши дни еще и медикаментов так бывает когда человек рождается на самом деле после чего он забывает кем является и некоторые забывают об этом быстрее других этот плач отличается от плача который появляется несколько месяцев спустя его даже можно услышать успокаивайте детей в этот решающий период сознание и дайте им знать что единый с большой буквы даровал им шанс вернуться туда где их место это даст импульс который подсознательно будет влиять на дальнейшую жизнь каждого из них время рождения было предопределено как и время их ухода из мира совместно средой родителями обстоятельствами рождения здоровьем и так далее случайностей не бывает но в период полового созревания они обрывают отдельные нити и им предстоит нести всю ответственность за свои действия обладая свободной волей вести тот образ жизни который они захотят они определяют его качество они даже могут определить способ своего ухода из жизни в кавычках смерть делая выбор но даты своего ухода им не изменить орудия полученные ими от родителей могут повлиять на них лишь небольшом числе сфер жизни большая часть жизни детей основана на свободной воле которые имеют либо очень мало общего либо ничего общего с их родителями вы важны только в течение первых пяти-шести лет их жизни а именно тогда можете принести наибольшее благо воспользуйтесь собственной интуицией не инстинктами это две разные вещи когда вы становитесь родителями вас вознаграждают качествами которые касаются в основном детей которые были недоступны для вас ранее внимательно прислушайтесь к ним все дети разные по-разному реагируют но дайте им знать что существует нечто большее чем то что дано им в ощущениях что существует божественный источник откуда проистекает все и вся однажды они вернутся как только поймут свою задачу здесь на земле рассказывайте об этом не за один раз а в течение многих лет не говорите больше этого если все сделано правильно они начнут и всю оставшуюся жизнь будут искать его самостоятельно и это их долг если вы представите это им обычным образом как поступают религиозные люди вы добьетесь результата противоположного ожидаемому музыкальные инструменты были даны в разные эпохи по определенной причине и не только ради того чтобы слушать как другие люди исполняют мелодию на них образование первый метод манипуляции другие я уже перечислил ими будут манипулировать но по достижению половой зрелости у них появится важная возможность отменить результат прежнего воздействия них также будут появляться удобные возможности для этого на протяжении всей оставшейся жизни нельзя не прекратить манипуляции не подстрекать к пробуждению это должен решить сам ребенок и связано с тем как он откликается на данные ему с этой целью орудия разум вселенной с большой буквы следующий за божественным законом с большой буквы проникают сквозь вашего ребенка так что ему предоставляется шанс пробудиться в любое время только он друг она вправе решать когда это случится вопрос вы знаете о развитой расе который прежде кое-где и поныне поклоняются как богам с маленькой буквы можете ли вы распознать некоторых богов и божеств ответ в настоящее время существует только одна раса нет никакой особой расы которая стояла бы над другой люди смешивают различные понятия и эры единственный и есть тот которому поклоняются дробь которому поют славу как тому которого вы называете богом с маленькой буквы слово бог в кавычках с маленькой буквы искаженный термин он не явно предполагает что вы будучи человеком можете управлять высшим существом взывая к нему как и прежде я был вынужден тщательно подбирать слова чтобы самому не попасть в ловушку я бы сказал что этим словом не пользуюсь но вы сами сделали выбор вам самим и иметь дело с последствиями единый имеет множество проявлений дропе монации дропе характеристик присутствующих в иерархии существ с разными функциями но действующих совместно все они бесплотные дробь нематериальные хотя некоторые могут управлять телами однако способ управления не похож на наш некоторые делают это путем снижения своей чистоты которая сущности испускает из себя некую форму могут проявиться в материальном мире всех их восхваляют за то что они и есть единый творящий добро и они тоже отправляют свое единому нашим вы люди поклоняетесь некоторым людям как богам с маленькой буквы в кавычках будь то пророки в кавычках знаменитости спортсмен политики писатели и так далее это омерзительно вопрос инсайдер что вы можете сказать о николе тесла как вы думаете он выполнил или провалил свою миссию на этой земле ответ всякое знание передается знание тесла также было передано ему но это не его собственные идеи два инсайдера передали ему эти познания поскольку знали что он использует их для продвижения по плану который тогда выполнялся обретение контроля над энергоресурсами со стороны определенных династий с целью изменения их величины по новой технологии в кавычках тесла раскрыл результаты не тем людям и на том что закончилось умная личность и умный человек это не одно и то же инсайдеры с малых лет должны быть бдительны чтобы не допускать такого рода событий вопрос есть ли на горизонте массовые события которые приведут к квантовому переходу в массовом сознании и или по-новому определят как жизнь так и образ жизни ответ нет ничего подобного как я уже много раз указывал все происходит на уровне личности это значит что вы обретаете самопознание самостоятельно при помощи доступных вам орудий и инструментов и я уже описал те из них которые мне позволили описать возможно события которое изменит путь развития цивилизации каким мы его видим сегодня в прошлом это бывало много раз но это не имеет никакого отношения к тому о чем вы пишете ваш долг перед единым с большой буквы и перед собой по-прежнему тот же чтобы не случилось не тратьте энергию понапрасну пассивно ожидая событий иначе ваше состояние только продлится я мог бы добавить то что покажется противоречащим сказанному ранее но читайте внимательно когда массы заставляют поверить во что-то отрицательное может получиться не то чего они хотели добиться именно так например работает механизм того что люди вроде вас называют новый мировой порядок вы постепенно начинаете верить в то что она обретает форму а следовательно она примет форму и теоретики вместе с главными игроками помогают этой возникающей форме тем что бомбардируют вас фактами в кавычках свидетельствующими о том что она в кавычках приобретают форму требую от вас отдавать часть своей силы каждый день они все в большей степени управляют вами и в действительности вы находитесь под их полным контролем поэтому пробудившиеся в кавычках и увидевшие это люди и есть те которые это создают кроме того постоянно работает визуализация но повторяю я даже если все это случится ваш долг перед единым и перед собой остается прежним вопрос достигали ли компромисса в отношениях мужья жены высших существ было ли так чтобы те кого единый создал для того чтобы они были вместе шли разными путями потому что отказались выполнять свой долг если это так то на какой стороне расщелины ты твой бог самосущий единый ответ и опять вы смешиваете высшие существа и души в телах вне зависимости от того принадлежат они к элитным династиям или нет высшие существа и души разные сущности высшие существа не вступают в тела в этой эпохе которая длится дольше чем вы думаете они бестелесны и воспринимают мир не так как мы души телесны мы находимся внутри этой материальной физической плоскости и подвержены характерным для нее низким частотам хотя можем парить над ней это же воспринимать высший мир об этом следует говорить кратко вы мне внутри тела но окружаете дробь обволакивается его присутствуя в другом невидимом теле состоящим из подобных элементов для души которые есть вы и это невидимое тело запутано в физическую плоскость очень важно чтобы вы это поняли и связано с видимым телом посредством энергии передаваемый невидимым телом к мозгу сердцу и областям позвоночника таким образом мы будучи душами можем управлять телом и его функциями что заставляет нас познавать этот мир души двойственны их дуализм означает что вы это еще и другой желающий воссоединиться в другом мире некоторые династии отказываются от своего долга точно так же как поступают не принадлежащие к династиям и им приходится страдать от последствий многие династии об этом не знают разлом проходит не там где по вашему мнению он должен быть он проявляется на личностном уровне что касается и вас и меня я принадлежу к меньшинству той фракции которая становится все меньше я объяснял что слово бог не нужно использовать из-за ловушек заключенных в смысле этого слова единый самосущий чистый благой и воистину тот кто создал благо вопрос инсайдер так ты говоришь будто старые методы были основаны на истине и были правильными следует ли нам отыскивать старые методы и следовать им должны ли мы стремиться к пребыванию в гармонии с матерью что больше интересует единого божественного наши сердца или умы и что из них прочнее следует ли уделять внимание учению иисуса о любви все вместе мы сильнее вас или нет мы находимся в этой тюрьме из-за нашей грешной природы или из-за отсутствия понимания ответ первый облик знания ближе к истине чем последующие представь себе рябь на воде пруда в которой что-то бросили последующие волны исходят из центра они становятся все слабее потом прекращаются четыре тысячи лет тому назад это весьма недавно по меркам этой неверный перевод неправильная интерпретация добавления удаленные фрагменты будут сбивать вас с правильного пути поэтому ищите разум вселенной который позволит вам выбрать истину и позднее передать ее другому непосредственно пребывайте в гармонии со всем что дает вам божественный закон и что было создано для осознания нашего возвращения если не переводить терминологию на язык человека единый божественный существует здесь не подходят слова интересуется хочет и так далее хотя его эманации проявления характеристики могут действовать согласно единому у нас нет разума мы можем действовать через него и разум может позволить нам стать его носителями иметь что-то значит обладать чем-то обладать означает как минимум овладеть или осуществлять над ним контроль мы не можем ни овладеть разумом не управлять им большинство смешивают использование интеллекта и обладание разумом в то время как интеллект это всего лишь средство дарованное нами разумом у души нет множество сущностей она состоит из определенных частей футляров хотя это одно существо один из них можно назвать сердцем это тот который связан с источником жизни который поддерживает в нас жизнь и который дает нам единый посредством своих эманаций все сущности одинаково важны прочитайте это медленно любовь не состоит в том чтобы тебя понимали в человеческих терминах это ущербная версия учение истинного христа это не учение иисуса из назарета хотя последние переняла много у первого я помню что не следует повторяться но этого требует контекст христос носил другое имя но я буду пользоваться им потому что люди к нему привыкли весть находится здесь с тех пор как истинный христос в откровении выразил себя в эпоху отличную от нашей без явления истинного христа на земле мы не знали бы как вернуться за за божественным законом который посредством универсального разума позволяет нам подняться и был дан в откровении истинным христом где мы что мы собой представляем кто мы как почему когда все им было дано в откровении в соответствии с волей всеблагого и следует восхвалять христа истинного это ключевой момент не то чтобы она нуждалась в восхвалении нет высшие существа не нуждаются в нас имеющих нынешнюю форму не для каких целей но таким образом можно сделать это известным так чтобы вы осознавали то что относится к нему вам необходимо распознать что он вознаграждает вас божественное может сделать одного человека сколь угодно сильнее чем все люди вместе взятые мне позволено сказать вам что вы еще здесь из-за отсутствия понимания думайте не в терминах мы в терминах я время мы придет позже в другом мире вопрос если христос пришел в другую эру почему его миссия не удалась ответ выражай свои мысли осторожнее чтобы не нанести себе вред истинный христос выполнил свой долг полностью и успешно теперь твоя очередь если ты не справишься не вини в этом божественная божественность безупречно в земных делах когда ты покрываешься загаром обвиняешь ли ты в этом солнце поддерживающая жизнь на земле и в мире ином или же обвиняешь себя в том что часами лежал без дела на берегу не заслоняясь от солнца заявление инсайдера это будет мой последний пост дело сделано все делалось ради божественного закона стоящего выше моей семьи и всех обитателей земли и потустороннего мира меньшинство передает его следующим по приказу высших существ пойми это есть два нежелательных движения которые появятся и о которых мне известно я оставался бы здесь дольше хотя уже осветил многие вопросы я отвечал лишь то что мне позволено в самой простой доступной мне манере по этой причине мне пришлось печатать быстрее если вы решите ежедневно благодарите все благого в котором все имеет свое начало за его божественный закон дающий вам шанс вернуться в свое истинное состояние в мир которому вы принадлежите за его силу необходимости вносящую обоснованные поправки которые вы ощущаете каждый день славьте высшие существа которые действуют по единому божественному закону который данным в проявлениях эманациях единого за предоставление средств жизни во всех сферах для поддержания их и предоставления этих средств на пользу вам за указание пути к освобождению и многое другое обращаясь к божеству прочитай снова будь осторожен и правильно формулируем мысли не требуй не вещай не умоляю не приказывай не предлагай не проси это отвратительно просто произнеси свои слова и выполняй свой долг пойми что вопросы были заданы вами я сказал больше чем ты прочитал передать то что узнал дальше я вернусь что вы можете сделать это что-то 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 Продолжение следует...